На закуску чернослив под шубой. Все знают рецепт селедки под шубой. Этот салат у многих присутствует на праздниках и застольях. Я вам покажу диетическую версию этого салата, в котором селедку я заменю черносливом. Картофель, морковь и свеклу отварю до готовности. Отвариваю свеклу в отдельной кастрюле, чтобы она не окрасила картофель и морковь. Для этого салата мне понадобятся две отварные свеклы, 2 отварных картофеля, 1 отварная морковь, 150 грамм слабосоленого сыра сулугуни или любого нежирного, неострого, не копченого и несоленого сыра, 150 грамм чернослива, 150 грамм йогурта, пол пачки обезжиренного творога 90 грамм. Овощи необходимо почистить. Положить в глубокую миску творог и вылить туда йогурт. Затем смешать блендером. Я смешиваю йогурт с творогом, чтобы получилась более густая заправка для салата. Если заправлять только йогуртом, салат потечет. Подготовлю форму для салата. Отлично подходит форма для выпечки тортов с раздвижным боковым замком. Но поскольку салата я готовлю немного, а маленькой формы для выпечки у меня нет, я буду использовать обычную пластиковую глубокую форму. Для того, чтобы проще было достать салат из формы, застелю ее дно пищевой пленкой и буду укладывать салат слоями в обратном порядке, начиная со слоя, который в итоге будет верхним. Натру свеклу на крупной терке и уложу в форму. Затем немного утрамбую. Выложу 1 четвертую часть заправки для салата и разровняю ложкой. Следующий слой морковь. Натру ее на крупной терке. Уложу в форму. Слегка утрамбую. Выложу 1 четвертую часть заправки и размажу ложкой. Следующий слой чернослив. Нарежу его соломкой. Уложу в форму. Утрамбую. Смажу 1 четвертой частью заправки и размажу ложкой по всей площади формы. Затем слой сыра. Я использую несоленый сулугуни, жирностью 15%. Натру его на терке, уложу в форму, смажу оставшейся заправкой и очень аккуратно размажу ее. Кстати, сыр совершенно необязательный ингредиент и салат можно приготовить без него. Просто с ним вкус получается более насыщенным. И заключительный слой картофель. Он в итоге будет самым нижним, так как слои я укладываю в обратном порядке. Натру картофель на терке, уложу в форму и слегка утрамбую ложкой. Накрою форму тарелкой и переверну. Аккуратно буду поднимать форму, прижимая пальцами края пищевой пленки к тарелке. Очень красивый салат. Согласитесь, выглядит празднично. Отрезаю кусочек и кладу на тарелку. Это очень вкусно. И самое главное, полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!